Итак, собственно, возвращаясь к описательным статистикам, они бывают разные, и грубо говоря, ну, так, грубо можно их разделить на несколько видов. Традиционно выделяются показатели называемого положения. Это показатели, с помощью которых мы описываем положение наших данных. То есть они основаны на том, чтобы оценить, как на числовой оси располагаются наши данные. Оценить это именно положение. Именно поэтому так они и называются. И в рамках этой группы показатели положения существует несколько базовых статистических показателей. Это, как правило, показатели вычисления среднего арифметического, медианы, моды, различные квартели, процентили. Нахождение размаха, минимальных, максимальных значений. Это относится именно к показателям положения. Соответственно, другая группа показателей – это показатели разброса. Соответственно, их основное назначение в том, чтобы показать, насколько изменчивы наши данные. То есть насколько стабильно меняются наши данные. То есть оценить их разброс относительно какой-то центральной тенденции. В качестве центральной тенденции обычно рассматривают среднее арифметическое, то есть как некая такая основная характеристика, от которой отталкиваются при оценке разброса. И показатели разброса традиционно – это показатели дисперсии, стандартного отклонения, размах, интервал выборки для того, чтобы как раз показать, насколько изменчивы наши данные. И отдельно здесь выделяется третья группа показателей описательных статистик. Это, так они обобщены, как некое графическое представление результатов. Потому что на самом деле графическое представление, то есть какие-либо графики, они тоже могут быть полезны для того, чтобы оценить наши исходные данные именно с точки зрения их описания. То есть именно описательной статистики. Традиционными, опять же, графиками являются, это гистограмма, одна из таких распространенных. Далее это какие-то могут быть частотные диаграммы, это могут быть в целом любые линейные графики. Опять-таки все будет зависеть от ваших исходных данных и от того, что вы хотите посмотреть и увидеть. Прежде чем мы перейдем непосредственно к самим описательным статистикам, еще небольшое замечание относительно структуры данных. И специфики данных. Заранее сразу отмечу, что большинство статистических показателей, которые именно описательные показатели, они работают в основном с количественными шкалами, то есть с количественными данными. Для качественных данных, к сожалению, может и к счастью, есть достаточно ограниченный набор описательных статистик, с которыми мы работаем. Итак, давайте немного разбираться теперь, а какие бывают показатели по группам, рассмотренным ранее. Итак, показатели положения. Среди показателей положения самыми базовыми показателями является, конечно же, среднее арифметическое. Среднее арифметическое, которое, все мы знаем, как вычисляется, это берется сумма всех значений и делится на количество значений. И среднее арифметическое – это одно из таких основных традиционных статистических показателей, которые одним из первых начинаем вычислять, получая какой-то файл с данными. И, безусловно, среднее арифметическое – важный показатель статистический, потому что он, с одной стороны, как раз говорит о том, какое в среднем значении имеет тот или иной наш показатель, плюс мы можем его использовать и в дальнейших видах анализов, то есть он часто сопровождает и другие статистические оценки. Очень часто показатели положения вычисляются группами, в том плане, что кроме среднего арифметического, может быть, недостаточно для какой-то оценки, для какого-то анализа. И другим таким показателем, который может нам помочь, является показатель, который называется медиана. И медиана – это тоже относится к группе показателей положения, потому что она показывает тоже с точки зрения шкалы, как располагаются наши данные. И медиана, она еще называется, как серединный показатель ее называют. И медиана находится строго посередине. Но не просто посередине того, как располагаются наши данные, а прежде чем найти медиану, нам нужно наши данные упорядочить, то есть расположить от минимального до максимального значения и посмотреть, что находится строго посередине. И именно значение, которое будет находиться строго посередине, и будет являться медианой. То есть медиана строго делит пополам упорядоченное значение наших данных. Соответственно, медиана легко находится непосредственно, когда у нас нечетное количество, то есть это строго всегда будет соответствовать именно серединке. Если же четное количество наших данных, то медиана находится как среднее арифметическое двоозначение, которые будут, собственно, посередине располагаться. Почему вычисляются парами, в совокупности и среднее, и медиана? Зачем это может быть полезно? Это полезно в том плане, чтобы сравнить эти два значения. И считается, что если эти два значения близки будут по своим расчетам непосредственно, то мы можем сказать о том, насколько, о том, что... Точнее, как мы можем сделать предположение о том, что у нас достаточно стабильна выборка, стабильно меняются значения, что данные однородные, что у нас нет каких-либо выбросов, то есть что у нас достаточно хорошая, пригодная выборка для работы. Почему так? Потому что здесь кроется все непосредственно в способах получения этих данных. Для среднего арифметического важно понимать, что в расчете среднего арифметического мы используем весь набор данных. То есть мы берем все возможные значения, которые у нас есть, и при этом нужно понимать, что в наших данных могут встречаться какие-то выбросы, могут быть какие-то экстремальные значения, какие-то большие, либо очень большие попасть значения, или очень маленькие значения. И, безусловно, наличие таких данных будет очень сильно сказываться на итоговом вычислении среднего арифметического значения. Соответственно, если мы высчитываем только среднее арифметическое, мы не сможем понять, насколько присутствуют такие значения. В свою очередь, при вычислении медианы нам абсолютно не важно, чему у нас равняются экстремумы, какие выбросы у нас есть, потому что медиана, она даст нам строго именно какое-то такое усредненное, среднее, да, то есть именно то, что у нас характеризует середину наших значений, то, что находится на всей шкале наших данных строго посередине. И поэтому, когда мы рассчитаем среднее и медиану, и сравним эти два значения, то мы можем сказать, да, в зависимости от того, насколько они близки или же, наоборот, различаются, это для нас может являться сигналом и показателем к тому, чтобы посмотреть более пристально на наши данные. То есть о чем речь? Если среднее будет отличаться от медианы достаточно значительно, то это явно будет сигналом к тому, что в наших исходных данных есть какие-то выбросы, есть какие-то экстремальные значения, и которые могут в дальнейшем влиять и искажать какие-то наши следующие, дальнейшие расчеты. Соответственно, может возникнуть вопрос, а на сколько должны различаться средние и медианы? И здесь, на самом деле, нет каких-то жестких требований относительно этого, но такое неформальное правило, что желательно, чтобы средние и медианы не различались более чем на 5%. В дополнение к среднему и к медиане есть еще такое понятие, как мода. Мода – это значение, которое встречается чаще всего в выборке. И мода, она может как быть, так и не быть. Может быть такая ситуация, что в наборе данных моды может не оказаться. И если при вычислениях выясняется, что моды не существует или ее нет, то это говорит о том, что все значения в нашей выборке, они являются уникальными и нет каких-то повторяющихся значений. И это как некая тоже характеристика нашего набора данных. Итак, то есть вот эти три показателя – средний, медианы и мода, еще раз, это показатели положения. То есть мы смотрим, как располагаются наши данные, и по этим показателям мы можем говорить, насколько у нас однородно стабильно меняются значения, подходит в некую такую вот первую характеристику нашей выборки. На слайде показана парочка таких картинок о том, как могут располагаться и представлены эти значения. В целом тоже такое есть… В целом считается, что три вот этих показателя, если совпадают, средний, медианы и мода, то это говорят о том, что, скорее всего, наши данные будут относиться к нормальному закону распределения. То есть это тоже как некое такое предположение о наших данных, о том, как меняются наши данные, и по какому закону они будут изменяться и как они будут располагаться. Собственно, это показатели положения. Другая группа – это показатели разброса или показатели изменчивости, еще по-другому их называют. И здесь таких базовых три показателя. Это показатели, которые называются диапазон или размах. Это одно из самых простых. Это разность между максимальным и минимальным значениями перемены. И два других показателя, они связаны между собой. Это показатели дисперсии и показатели стандартного отклонения. Это два достаточно важных показателя. Причем можно увидеть, что формулы у них очень похожи. Давайте вкратце тоже поясню, о чем эти показатели. Показатель дисперсии. Показатель дисперсии – это вот эта формула для показателя дисперсии. Что она нам дает и о чем может свидетельствовать. Собственно, ее основное назначение – оценить рассеяние наших данных. Рассеяние наших данных, да, вот это изменчивость, вариабельность. Все это здесь в этом контексте будут синонимами. Они используются для того, чтобы, опять же, оценить разброс наших данных. Насколько разбросаны наши данные по шкале, насколько они, насколько меняются эти данные. И считается, что чем больше будет отклонение наших данных, тем, соответственно, больше и изменчивость наших данных. Что значит отклонение, изменчивость, да, поясню в картинке. Здесь такая вот картинка, показывающая такой показатель, как возраст. Соответственно, для того, чтобы оценить вот эту изменчивость, да, разброс наших данных, так, у кого-то, кто у нас по вебинару, включен телефон, который мешает. Отключите, пожалуйста, со своей стороны звук, чтобы я не тратила на это время искать, у кого там эти звуки мешают. Итак, на этом графике вот эта линия, такая вот вертикальная здесь, она показывает среднее значение. А вот эти точки, такие квадратики здесь, это показывает конкретно индивидуальные значения, которые встречаются по выборке. И задача вот при расчете показателей разброса заключается в том, чтобы оценить, а насколько вот каждое из этих значений отклоняется от среднего. То есть среднее берется как за основу, и мы смотрим, то есть вот это как некая центральная тенденция, и мы видим, да, мы можем оценить, насколько далеко или близко каждое значение к среднему. Делается это по вот такой вот формуле. Здесь берется сумма квадратов отклонений, вот этот числитель называется, да, то есть какие отклонения мы смотрим. Мы смотрим, у нас есть значение среднего, и мы смотрим, как каждое из значений удалено от этого среднего. То есть вот это расстояние мы и оцениваем. И такое расстояние оценивается для каждого значения в наборе данных. И таким образом получаем вот по этой формуле оценку дисперсии. У дисперсии есть одно очень большое, ну, один очень большой недостаток, который связан с тем, что, если посмотреть внимательно на формулу, да, то можно увидеть, что дисперсия, она вычисляется в квадрате. То есть вот она, S в квадрате. И это говорит о том, что результат, который мы получим, то есть какое-то число, да, которое будет являться оценкой дисперсии, что это число будет являться каким-то значением в квадрате. То есть если мы вычисляем, допустим, показатель «возраст», то при вычислении дисперсии, да, это будет какое-то число, и это будет возраст в квадрате. Соответственно, как это интерпретировать, да, и как можно с этим работать, здесь работать очень сложно на самом деле. И поэтому для практического пользования, конечно же, это усложняет. И чтобы на практике можно было давать какую-то смысловую характеристику и оценку, используют понятие стандартного отклонения. По-другому еще его называют среднеквадратичное отклонение, это то есть одно и то же. И, по сути, стандартное отклонение, это является корнем квадратным из дисперсии. То есть если вы посмотрите внимательно на эту формулу, то можно увидеть, что это абсолютно та же самая формула дисперсии, только из нее извлекли корень. И таким образом результат вычисления здесь уже будет в тех же единицах измерения, что и непосредственно сам показатель, который вы рассматриваете. Если это возраст, то это возраст, там штуки – это штуки, какие-то другие показатели, да, которые вы оцениваете конкретно в тех единицах, которые вы рассматриваете. И показатель разброса, да, соответственно, чем он меньше, тем лучше, тем более стабильна ваша величина, соответственно, тем лучше мы сможем в перспективе прогнозировать, как поведет себя этот показатель. Соответственно, чем больше будет отклонение и больше изменчивость, тем, соответственно, сложнее это будет, и, ну, менее достоверные результаты мы потом можем получать. Рассчитывая показатели положения, показатели разброса, да, мы таким образом видим некую структуру наших данных, насколько они меняются, как они меняются. Возможно, это даст нам некий, ну, в перспективе, да, чтобы оценить, проверить наши данные на выброс, и, возможно, они где-то присутствуют, потому что зачастую, работая с какими-то большими файлами данных, конечно же, чисто визуально, посмотрев на цифры, мы этого не можем сделать. А с помощью расчета показателей и описательной статистики это делается намного проще и эффективнее. Далее. Отдельно можно выделить такие показатели, которые называются показатели асимметрии и эксцесса. И эти показатели, они связаны с таким понятием, как закон распределения наших данных, и они связаны с тем, как располагаются наши данные в том числе. Здесь на слайде, да, показаны визуально, да, специально сделаны картинки, чтобы можно было понять, как интерпретируются те или иные значения этих коэффициентов. Потому что тоже они относятся к описательным статистикам, и очень часто они вычисляются. Значит, ответственно, смотрите, коэффициент асимметрии – это показатель, который характеризует симметричность кривой относительно среднего. То есть вот здесь, да, посмотрите, да, показаны, ну, схематично моды медиана и средняя, как некие такие значения, и два варианта. Либо вот это вот, как бы, такое кривое законное распределение смещается в левую сторону или в правую сторону, да. И, собственно, за это вот такое смещение вот этой кривой влево или вправо отвечает коэффициент асимметрии. Ну, коэффициент асимметрии считается, что если он находится в интервале от минус единицы до плюс единицы, то это некое нашему… это может служить нашим предположением о том, что наши данные, возможно, подчиняются нормальному закону распределения. У коэффициента эксцесса идея та же самая, она отражает форму тоже кривой нормального распределения, но показывает смещение как бы вверх и вниз, да. То есть если коэффициент асимметрии, он показывает влево и вправо, как смещается наша кривая, то коэффициент эксцесса, он показывает смещение как бы вверх и вниз. То есть если вот посерединке это как бы такая идеальная кривая нормального закона распределения, то вот это, как бы это вот такая она прикрученная получается, а это такая остроконечная, более вытянутая верхушечка. И та же самая идея считается, что если от минус единицы до плюс единицы, то мы предполагаем, что это нормальное распределение. Обратите внимание, что вот очень часто я уже говорила, да, что если там более-менее равны, то мы предполагаем, да. Очень важно мне, чтобы вы понимали, что все расчеты описательных статистик позволяют нам сделать только предположение о том, какое распределение там, что это вероятно нормальное распределение, потому что это ни в коем случае не является доказательством того, что тот или иной набор данных, да, описывается нормальному закону распределения, потому что проверка на нормальность распределения – это отдельная тема статистики. С точки зрения визуального представления, что позволяет получить нам визуальное представление наших данных? Здесь, естественно, речь идет о каком-то графическом интерпретации, то есть о выборе того или иного графика, потому что опять зависит будет от того, что мы хотим увидеть. Это могут быть и гистограммы, это могут быть и диаграммы рассеяния, это могут быть и ящичковые диаграммы сейчас, которые достаточно становятся популярны, так называемые бокс-плоты, возможно, слышали, и многие другие. Но идея любого графического представления данных заключается в том, чтобы визуально тоже в том числе оценить наши данные, показать, как они представлены, где у нас минимальные и максимальные значения, где у нас сосредоточена основная плотность наших данных. Это так называемые типичные значения. То есть где они, вот эта плотность значений сосредоточена. Как разбросаны наши данные, где-то, может быть, есть какие-то пики, где-то есть какие-то выбросы. Все это в том числе мы можем увидеть не только через расчет показателей, но и в том числе путем визуального представления данных. И тоже про это нужно помнить, когда мы начинаем анализировать наши данные, и это тоже позволит нам сделать предположение относительно структуры наших данных, относительно возможного закона распределения наших данных, и непосредственно получить некую оценку, некие характеристики наших данных. С точки зрения теории, наверное, вот это вот вкратце базовые вещи описательных статистик, которые я, наверное, хотела рассказать. И поскольку у нас семинар предполагается именно на СПСС, я теперь покажу несколько примеров о том, как вычисляются описательные статистики в СПСС. Здесь несколько слов, наверное, стоит сказать о том, что СПСС – это специальная стат-программа, которая ориентирована именно на статистическую обработку данных. И здесь, опять же, я понимаю, что все мы любим искренне Excel, но важно понимать, что Excel – классная программа. И для описательных статистик Excel, в принципе, тоже хорошая программа. Поэтому, если вы хотите ограничиться только описательными статистиками, то в целом, в принципе, Excel тоже вам поможет. Но если вы все-таки ориентируетесь на то, чтобы более глубоко анализировать данные, проводить какие-то статистические исследования, делать какие-то выводы, гипотезы проверять и так далее, то здесь, конечно же, уже необходимо использовать специальное статистическое ПО. И, в частности, например, программа IBM SPSS Statistics. IBM SPSS Statistics – удобная программа тем, что исторически она разрабатывалась для гуманитарных наук, для социологов. И с точки зрения интерфейса она достаточно проста в использовании. И здесь нет каких-то суперсложностей, здесь не нужно знать какое-то программирование, чтобы писать какие-то скрипты, коды или еще что-то. Здесь достаточно научиться правильно пользоваться нужными функциями программы. И самое основное – это научиться интерпретировать те результаты, которые получаются на выходе всех расчетов. Собственно, об этом мы и занимаемся на курсе IBM SPSS Statistics, который в специалисте у нас проходит. Итак, здесь у меня такой вот небольшой, ну, такой пример, условно, который характеризует некую базу данных с автомобилями. И здесь содержатся данные по разным характеристикам. Здесь есть характеристики о количестве продаж, о цене, о мощности, какие-то характеристики непосредственно автомобиля, да. И плюс есть некие показатели качественного характера. Это название автомобиля, марк, да, то есть модель автомобиля. Также есть переменная, которая называется тип. Эта переменная отвечает за, к какому классу относится автомобиль легковой, легковой это автомобиль или внедорожный. Соответственно, все переменные, которые используются в анализе, они кодируются на вкладке с переменными данных, которые называются переменные. И здесь можно увидеть список всех переменных, доступных здесь в этом конкретном файле. Кроме этого, здесь мы также видим, что у нас некоторые переменные являются количественными, а некоторые качественными. С точки зрения, задают отличный вопрос, сколько стоит СПСС. С точки зрения, значит, цены, точную сумму я вам не скажу, потому что на российском рынке сейчас программа, да, ну как бы все зависит от набора тех инструментов, которые будут входить, потому что есть разные модули у программы, и в зависимости от того, что вы хотите, да, это могут быть разные цены. Также отличается в зависимости от чего, от того, это корпоративное использование программы или это индивидуальное. И сейчас у программы, как бы компания, насколько я знаю, предлагает подписку на продукт, то есть в виде режиме, на продукции, как для пользователей, да, индивидуальных. И вот правильно кто-то написал, где-то, да, около 100 долларов на пользователя. Но это, по-моему, подписка. Надо посмотреть сейчас, точно скажу, на какой период это. Да, это месяц, да, скорее всего, это месяц. Плюс вы можете скачать треальную версию, есть двухнедельная демо-версия, да, чтобы как бы посмотреть, оценить, насколько вы хотите или использование этого программного продукта. Итак, давайте вернемся, собственно, к описательным статистикам. Собственно, смотрите, я вначале сказала, что описательные статистики сопровождают многие виды анализа. И если уж так совсем честно говорить, то многие виды анализа, которые есть в СПСС, они будут всегда сопровождать нас некой табличкой, которая будет содержать некие описательные характеристики. И они будут зависеть от... Ну, набор этих описательных характеристик, они будут зависеть от того, какой вид анализа вы запускаете. Да, хорошо. Итак, давайте посмотрим, что здесь есть. Традиционно классическим видом анализа для описательных статистик будет, собственно, функция или команда СПСС, которая, собственно, так и называется. «Описательные статистики». Находится она на вкладке «Анализ» в группе «Описательные статистики». И, собственно, точно с таким же названием, да, «Описательные» можно здесь выбрать. Значит, как работает эта команда? Традиционно в СПСС, чтобы запустить анализ, нужно сначала выбрать, на каких переменах вы хотите проводить этот анализ. То есть какие переменные будут участвовать в вашем анализе. Обратите внимание, что для описательных статистик нам доступны только количественные переменные. То есть вот эти две переменные, которые содержат текстовую информацию, название наших автомобилей, они в этом списке переменных для анализа, они нам даже недоступны. То есть СПСС уже на этом этапе фильтрует те переменные, которые могут быть использованы для анализа. Это как бы, ну, хорошо. Но, с другой стороны, да, то есть мы видим, что у нас вот такой линейкой, да, можно увидеть, что где-то есть линейка, а где-то такая, как типа гистограммки. Это такое визуальное обозначение типа переменных, шкалы переменных. Вот этой линейкой такое обозначается традиционно количественные данные, то есть то, что числовое, не просто числовое, а именно количественные данные наши. А в виде вот такой вот гистограммки это обозначаются порядковые шкалы, то есть те данные, которые у нас упорядочены, имеют какой-то порядок, упорядоченные. В данном случае, на самом деле, тип автомобиля, он может быть как упорядоченным, так и просто каким-то качественным, то есть в данном случае здесь это не очень принципиально. И для примера, допустим, выделю все эти переменные и помещу их в список переменных для анализа. Слева это то, что нам доступны исходные данные, справа это то, по каким переменам мы будем получать результаты анализа. Соответственно, теперь мы должны понять, а какие показатели нам SPSS посчитает, что мы получим в результате выполнения данной команды. За это отвечает кнопка параметры, и через кнопку параметры мы можем посмотреть, какие по умолчанию описательные статистики будут выводиться. И, соответственно, также мы можем добавить или убрать то, что нам нужно, или то, что мы, собственно, не хотим видеть. Посмотрите, по умолчанию будет выводиться четыре показателя статистических. Это будет рассчитано на среднее значение, стандартное отклонение, максимум, минимум. При этом они будут выводиться в том порядке, как они указаны у нас в списке переменных. Этот порядок вывода отвечает за то, как будет выглядеть результат вычисления последовательности значения. Давайте я здесь укажу, допустим, такие еще показатели. На самом деле это не весь список всех описательных статистик, которые существуют. Это один из инструментов, который нам доступен в СПСС. И посмотрим давайте на результат. Соответственно, выбрав нужные показатели описательные, мы нажимаем ОК. Чтобы увидеть результат вычисления, у нас открывается отдельное окно, так называемое окно вывода, которое содержит непосредственно все результаты вычисления, вычисления, которые мы с вами непосредственно запускаем. Все результаты, которые мы видим в СПССе в качестве вывода, представляются в виде таблиц и графиков. Вот это традиционное табличное представление результатов вычисления описательных статистик. Сама название команды выводится вот таким здесь, ну, как бы в начале обозначения команды, которую мы запустили. И у нас здесь одна таблица с непосредственно расчетом этих описательных статистик. Дублируется название таблицы и вот эта таблица. Все таблицы и графики, в принципе, достаточно легко копируются, если нужно, в какие-то другие средства. Word, Excel, без проблем. Разными способами это тоже можно выполнить. И непосредственно давайте посмотрим на результаты, которые мы здесь получили. Слева указываются наши переменные, по которым посчитались наши значения. И далее по столбцам выводится непосредственно для каждой переменной нужная характеристика. Соответственно, мы видим, первый столбец у нас отражает, сколько значений доступных. Если вы обратите внимание, можно увидеть, что здесь, в этом столбце данные несколько различаются. Это связано с тем, что в нашем исходном файле с данными присутствуют какие-то пропуски, то есть какие-то нулевые значения или где-то незаполненные значения. То есть, допустим, четырехлетняя цена всего 121 значение. Где-то 154, где-то 157. То есть различаются данные в зависимости от того, какое количество доступных данных здесь у нас присутствует. Далее выводится диапазон значений, то есть как разница между максимумом и минимумом. Собственно, вот эти значения здесь следом и тут. Далее выводится среднее, стандартное отклонение, дисперсия, симметрия, эксцесс наше. И анализируя эти значения, мы можем делать некие предположения о структуре наших данных, о виде наших данных. То есть насколько большая изменчивость, насколько большие отклонения. В частности, например, можно увидеть, что, допустим, у показателя объема продаж достаточно большое стандартное отклонение. То есть даже больше, чем среднее. То есть это говорит о том, что изменчивость данных очень большая. И это тоже можно увидеть, посмотрев на значения максимума и минимума. Мы видим, насколько большой диапазон изменяемых значений. И это явно отражается в том числе и на стандартном отклонении. Далее. У какой-нибудь, например, показателя, допустим, длина автомобиля. Среднее значение равняется, допустим, 187,4. При этом отклонение составляет 13,4. Надо посмотреть, в чем. Метра, миллиметра, сантиметра. В сантиметрах, да, в сантиметрах значения. Допустим, да. Соответствующее значение также приводится и для асимметрии эксцесса. Можно увидеть, что многие из этих показателей сильно превышают единицу, например, у асимметрии. То есть это говорит о том, что наши данные имеют смещение, соответственно, в одну или в другую сторону, да, влево или вправо будет смещаться показатели в зависимости от знака. То же самое по эксцессу, да, то есть где-то это будут более пологие значения, где-то более остроконечные значения по вот этим статистикам. Также здесь можно обратить внимание, что мы говорили о том, что в статистике при анализе... Единичка это как бы... А сейчас мы графики построим и выйдем сейчас. Мы говорили о том, что при описательных статистиках полезно среднее сопровождать вычислением с медианой, потому что обладая только средним, ну, это хороший показатель, но полезно получить еще информацию о том, чему равняться будет медиана. И в этом плане для описательных статистик есть еще, допустим, функция частоты. Она тоже нахносится, если вы обратите внимание, в группе описательных статистик. И в разделе частоты, несмотря на то, что это как бы предполагает частотный анализ, тем не менее здесь в этой команде есть кнопочка со статистиками. И здесь можно увидеть как бы чуть более расширенный список описательных статистик. Да, там, допустим, те же средние медианы и мода. Да, здесь, да, в отличие медианы и мода, в том варианте команды отсутствуют, да, там, ну, допустим, да. И также есть еще отдельно здесь статистики, которые отвечают за так называемые процентили. Это тоже некие показатели положения наших данных. Ну, допустим, да, не буду я все, но вот несколько таких покажу в другой таблице, как это выводится. Да, чуть по-другому выглядит вывод данных для таблицы с частотным анализом. Сначала выводится некая такая вот статистика, да, по описанию, которую мы запросили, а потом идут уже непосредственно частотные таблицы. Там, на самом деле, галочку можно снять. Для нас интересует именно, нас интересует сейчас вот именно эта таблица, да. Здесь удобно, кстати, еще такой момент, что мы видим, сколько у нас пропущенных значений по каждой из перемен, да. То есть, допустим, мы видим, что у показателя цена две ячейки с данными у нас отсутствуют, да, или там не заполнены, допустим, да, и только у нас 155 значений являются активными для расчета. И вот здесь уже видим в таблице, как бы средняя с медианой идут рядышком, и мы можем их сравнить, эти данные, да. Также и стандартные отклонения мы видим, да. Допустим, видно, что для показателя цена средняя с медианой значительно сильно отличается, да, причем мы видим, что средняя больше, чем медиана. То есть, это говорит о том, что у нас есть какие-то очень дорогие автомобили, то есть, они преобладают, да. Соответственно, разброс мы видим, то есть, к чему равняется соответствующее стандартное отклонение. Например, у объема двигателя мы видим, что средняя медиана практически одинаковая. То есть, вот они, ну, это можно считать практически одинаковым значением, да. То есть, для показателя объема двигателя у нас достаточно однородно, стабильно меняются данные, то есть, нет каких-то больших, экстремально сильных каких-нибудь автомобилей. То же самое касается колесной базы, например, длины автомобиля, да. То есть, там, где средняя медиана достаточно близки. То есть, и так далее. То есть, на самом деле, да, вот такие статистики, их много, мы их можем по-разному выводить. Опять же, это тоже не последний вариант в СПСС. В СПСС, как я сказала, существует несколько инструментов. И, в частности, в курсе даже на первом уровне IBM СПСС, который у нас стартует в следующую субботу, разделы описательных статистик, мы тоже отводим достаточно большое время, потому что, опять же, без этого, ну, как бы, дальше на следующий уровень переходить анализы данных достаточно будет проблематично, если не понимать, как работать именно с этим инструментом. Также существует понятие так называемого разведочного анализа, понятие графического представления данных, да. То есть, не только традиционные гистограммы помогают при анализе данных, да. То есть, за раздел графика в СПСС тоже отвечает несколько команд. Есть варианты мастера диаграммы, есть отдельно по каждому типу диаграммы, мы можем здесь увидеть, да. Ну, допустим, гистограмму, да, мы можем построить, там, допустим, вот с ценой, да. И в том числе мы можем показать кривую нормальность. Там же, да, по цене, по-моему, там было каком-то показателе. Ну, ладно, сейчас выведу. Сейчас посчитает. Вот. То есть, не только опираясь на графическое представление, да, то есть, как бы, анализ идет в совокупности. Сейчас вам задуматься. И еще один момент, на который хотел обратить внимание, пока сейчас СПСС подумает, вот возвращаясь к самой первой таблице, которую мы здесь выводили. Здесь такой в СПССе важный момент. Сейчас вернусь к нему. Сейчас вот по этой таблице замечания вам скажу. Здесь мы с вами выводили все перемены, которые нам доступны. В том числе у нас с вами есть такая переменная здесь, которая называется тип автомобиля. И тип автомобиля здесь – это категориальная, так называемая категориальная переменная, у которой два вида, два варианта, только нолик и единичка. И для, опять же, с точки зрения статистики, да, важно понимать, что для такой переменной вычислять описательные статистики мы не можем. Ну, то есть мы, опять же, да, СПСС может. СПСС вам посчитает, как вы видите, да, посмотрите. Он вам посчитает, там, и отклонение, и среднее, там, и осемель, все что угодно. Потому что он будет опираться чисто то, как закодированные данные на числа, на нолики, единички. Но смысловую интерпретацию, да, здесь по таким данным сделать нельзя. Ну, как бы, не нужно, имеется в виду, да, эти данные анализировать. Потому что для таких типов данных, для категориальных данных, существует немножко другой способ описания таких данных, да. Это уже относится к другому виду анализа. И, собственно, гистограммка, да, давайте покажу. Вот так выглядит в СПССе вывод гистограмм. Удобно то, что мы сразу можем нанести с вами здесь кривую нормального распределения, да, потому что, опять же, в статистике стремятся, любят приводить данные, описывать данные через нормальный закон распределения. Плюс мы видим, что наши данные здесь явно не подходят к нормальному закону распределения, что у нас, видите, у нас есть несколько дорогих автомобилей, которые вот здесь, да, представлены. А основное количество автомобилей сконцентрировано вот где-то вот здесь, да, на уровне, ну, где-то, наверное, 18-20 тысяч. Вот эти два столбика, да, то есть высота столбиков это количество автомобилей. Но за счет того, что у нас есть несколько автомобилей, скажем так, премиальные, дорогие, да, то получается, что размах между минимальным и максимальным он будет большой, но при этом основная концентрация данных, она сосредоточена где-то вот левее, да, можем так сказать. Вот она, если относительно кривой, да, и поэтому, смотрите, поэтому у этого показателя, где у нас тут вот цена, посмотрите, эксцесс, верхушка 3,6, да, это вот она. Это потому что, видите, как вот здесь вот данные вытянуты. То есть вот это вот в черном, это идеальная как бы картинка показывается, кривая нормально. А если мы вот опишем наши данные, вот как они идут, да, то мы видим, что вот эта верхушечка, она острая будет. И как раз это нам подтверждает, ну, одно-другое, да, то, что коэффициент эксцесса 3,6, то есть вверх вот это вот. И асимметрия, да, 1,7, то есть это вот то, что у нас левее, то есть концентрация данных, основная в структуре, она здесь сосредоточена в левой стороне. Относительно серединки, да, то есть вот если вот здесь вот так вот сделать, серединку, да, то вот относительно левой части. Для нормального распределения характерно то, что вот между минимальным и максимальным, вот то, что будет находиться посерединке, да, вот там, считается, будет концентрироваться основное количество наших данных вокруг именно серединки. Вот там, где средний, медианы, мода, считается, что они должны быть равны. То есть это вот такое вот первое представление у наших данных о том, что такое описательные статистики. Вот такой краткий небольшой семинар о том, как у нас считаются описательные статистики на сегодня. И, собственно, как бы семинар был приурочен к тому, что на следующей неделе у нас стартует первый уровень IBM SPS Statistics, где в том числе входит эта же тема про описательные статистики, естественно, на более расширенном варианте. И много других интересных тем, с которыми вы можете ознакомиться на сайте, посмотреть программу. И, собственно, если вас заинтересует, то я вас приглашаю на курс по IBM SPS Statistics. Может, какие-то вопросы. А как вот программа работает с импортом и экспортом данных? Большие объемы данных? Здесь есть, можно в гвозе данных подключаться. Есть вариант открыть в виде базы данных файлы. Варианты загрузить из других баз данных. Аксесс и цель. Да, да, да. Все это можно здесь доступно.